Ну, нужно, чтобы сюда приехало несколько страстных профессионалов, или хотя бы один страстный профессионал. Необязательно. Все люди, которые приехали в Москву, они были где-то не в Москве. То есть, они до этого были в других городах, но они приехали в Москву. Кому повезло, поехали. То есть, кто еще понапористе, поехал дальше, в сторону Америки или Европы. Просто нужно, чтобы этот страстный пассионарий и профессионал остался в Казани, и он так вот всех загипнотизировал, что они стали с ним вместе делать его кино, воплощать его галлюцинации, и так же все происходит. Но очень важно делать фильм, при этом не про Казани. То есть, фильм про Казань, то есть, если ты ставишь задачу делать фильм про казахи, ты проиграл. Потому что нельзя сделать фильм про что-то местечковое. Ты можешь сделать фильм, который происходит в Казани, но история должна быть общечеловеческой. Это потрясающий фильм о мальчике, который, о суицидальном мальчике, примерно 20 лет, который влюбляется в 80-летнюю старушку, у них появляется любовь, и он таким образом возвращается в жизнь. Фантастический кино. И однажды, то есть, собственно, я осмелел, когда... Есть такой режиссер Павел Руминов, который снимал «Мертвые дочери» и фильм, который мы в кинотавре в прошлом году получили, и в этом году мы в кинотавре. Павел Руминов, «Мертвые дочери», кто видит? Понятно. Я не буду передñатывать строгоф lég XA ... Продолжение следует ... Валежре ..